Российские спортсмены показывают выдающиеся результаты на проходящих сейчас в канадском Ванкувере паралимпийских играх. А в Тамбове сегодня стартовала пятая спартакиада детей с ограниченными возможностями здоровья, рассказывает Алифтина Титова. На первый взгляд эти спортивные соревнования ничем не отличаются от других. Те же правила, те же условия, никаких ограничений. Не сразу заметна и излишняя жестикуляция девчонок из волейбольной команды фантазия. Хотя ее участники имеют проблемы с речью и слухом. А с соперницами им зачастую приходится общаться через орды переводчика. Незаметно отклонений и в игре юношей волейболистов. Многие из них инвалиды детства. Например, Михаил Новокшанов, несмотря на протез ноги, один из самых активных участников соревнований. И в этой спартакиаде третий раз борется за звание сильнейшего в разных видах спорта. У меня баскетбол, я очень сильно увлекаюсь волейболом. Ну, футбол немножко, я вратарь как бы особо. Ну, вот самое главное шахматы. Устроители спартакиады, а это общественное объединение «Юность России» и Управление образования и науки области, не стремятся во что бы то ни стало добиться от подопечных выдающихся спортивных результатов. Главное раскрепостить ребят, отвлечь от недуга и помочь подросткам почувствовать себя полноценными людьми. Вот сейчас наши проходят паралимпийские игры. Ну, наверное, через такие же соревнования находят ребят, которые потом выходят на большую спортивную арену. И также они, в общем, прославляют нашу страну. Они эти медали также ценятся, как и для людей совершенно здоровых. Наши спортсмены пока не участвуют в паралимпийских играх, но у организаторов спартакиады есть стремление отправить подающих надежды игроков на соревнования более высокого уровня. Алифтина Титова, Виктор Марченко, Вести Тамбов. Алифтина Титова, Виктор Марченко, Вести Тамбов.